приветствую вас на моем канале меня зовут алена и сегодня у нас четверг четвертый день недели стартов и я показываю вам сегодня четвертый мой процесс который я начала на этой неделе в совместном проекте с Алиной неделя стартов с Алиной и так сейчас я начинаю вязать вот такие варежки вот одну варежку я уже связала осталось мне довязать вторую и покажу вам она двойная вот изнаночная сторона вытаскивать неохота но вытащу вот она вот такая вот здесь вот эти вот хвостики естественно я еще не заправляла ничего вот так она выглядит в расправленном виде варежка вижу я из пряжи серой это не варежки вообще нужны были комплект у меня есть серый бактус серая шапка и вот понадобились варежки тем более что холодно уже без них я не могу ходить на улице вот и решила какую пряжу взять решила снаружи взять остатки опять же свои я нашла это обычная ализе лана голд вот снаружи я ее решила взять потому что для варежек нужно пряжу мне кажется больше такую которая будет очень износостойкая ализе лана голд именно такая пряжа есть и во внутрь я взяла пряжу очень мягкую стопроцентный меринос лана гата супер софт чтобы кожа уже прилегала очень нежное такое вот полотно вязаная очень мягкое и такое приятное вот и грела мои руки выбрала ализе вернее выбрала во внутреннюю варежку лана гата супер софт это стопроцентный меринос вот у меня был один моток последний не туда не сюда вот как раз я вот здесь и решила применить пол мотка где-то ушло на эту варежку вижу спицами номер пять и лана голд и супер софт хотя по толщине пряжа она разная супер софт она гораздо тоньше но для внутренней варежки в общем-то пятерка в самый раз потому что полотно получается очень мягкая очень пластичная здесь она такое вот не нужно чтобы она была очень плотная как раз во внутреннюю часть поэтому я вижу на пятерке вижу с открытым набором вот вторую я уже начала вот с этого места я вижу из лана голд а из этого здесь уже петли поднимаю и вижу обратную сторону уже вот из пряжи внутренняя варежка вяжется вот у меня был моток кстати лана голд не полный на одну варежку ушло тоже немного вот уйдет еще на вторую варежку еще останется расход очень очень маленький получается вот плотность я не замеряла я просто вижу на 30 петлях себе на руки маленькие ну не сказать что прям конечно совсем маленькие номер перчаток я тоже не знаю ну в общем вяжу из 30 петель я себе эти варежки и они вполне хорошо так сидят на мне не свободно плотно я люблю чтобы они сидели так вот вот так вот она сидит на руке резинка единственное она такая получилась свободная она не облегает в общем может быть в этом есть свой шар чтобы она не прилегала к руке потому что так тоже интересно вот варежка получается теплая плотная очень такая классная мне понравилось здесь я вижу косичку из шести петель ой вернее из 9 получается 333 ничем я не стала косичку выделять изнаночными не стала просто на лицевом полотне делаю переплетение тоже такой интересный получился узор ну вот и все что я хотела рассказать в этом видео про новый свой старт я уверена что именно этот процесс я точно довезу до воскресенья так что покажу уже вам готовую работу единственное что могу не успеть их постирать и высушить вот насчет завтрашнего процесса у меня честно говоря раздумья начались не могу выбрать какую из трех задумок мне вам показать и какую начать а сейчас я с вами прощаюсь ставьте лайк поддержите меня лайком подписывайтесь на мой канал и ждите моих новых видео обязательно нажав на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться всем пока с вами была алена